В Алтайском крае новый антирекорд. Только за прошедшие сутки в регионе выявили 3762 новых случая заболевания COVID-19, из которых 2338 в краевой столице. Всего же в крае больше 155 тысяч инфицированных, из них 113 920 человек выздоровели. 2300 человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 207 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией, исходной с коронавирусом, также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба тяжелобольных 342 пациента, на аппаратах ИВЛ 145. Обновленный стационар Барнаульской городской больницы номер 10 откроет свои двери для пациентов уже в этом месяце. Ремонт начали полгода назад. За это время здесь полностью заменили все перегородки, окна и двери, а также обновили систему вентиляции и электропроводки. Стационар рассчитан на 90 коекомест. Здесь расположится три отделения. Терапевтическая, неврологическая и реанимационная. И если раньше в реанимации было всего три места, то сейчас их будет шесть. А в палату интенсивной терапии добавят четыре новые койки. У нас появилась возможность разделить помещение, отделить медперсонал от пациентов. У нас появились санитарные комнаты для сотрудников, где они могут переодеться, принять душ. И соответственно этого никогда здесь не было. Настроение коллектива позитивное, потому что когда люди видят, как они будут работать, это вызывает только положительные эмоции. На территории больницы появился и дизель-генератор. Во время внезапного отключения электроэнергии он моментально переключит все оборудование к резервному источнику питания. У нас не возникнет вероятности каких-то осложнений у пациентов. То бишь, когда дыхательная аппаратура включена, она будет продолжать работать. И соответственно ни свет, ничего не погаснет. Мы сможем оказывать полном объеме помощь. Работы по восстановлению стационара выполнены на 95%. Кроме того, в городской больнице номер 10 отремонтируют здание взрослой поликлиники. Там уже заменили крышу и укрепили фасад здания. В селе Топчиха торжественно открыли Дом культуры. Здание почти год находилось на капитальном ремонте. У нас у краевых объектов есть крупные, например, театр драмы, есть маленькие тоже. Но вот если переводить аналогию, то, наверное, на уровне муниципальных объектов это такой, знаете, в некотором смысле театр драмы. Потому что таких больших объектов в крае всего несколько. И Топчихинский районный Дом культуры, конечно, один из самых мощных. На открытии 30 артистов Государственного ансамбля «Алтай» исполнили 15 лучших номеров концертной программы «Любовь к родной земле». И всегда очень рады за коллег, когда у них открываются творческие такие дома, в которые потом все время хочется приходить всем людям. И нам, конечно, всегда хочется в них приезжать. В них тепло, уютно и всегда радостно и гостеприимно. Концертный зал Дома культуры теперь может принять сразу 430 гостей. Кроме того, в здании оборудованы аудитории для занятий коллективов. Ждали мы вот этого ремонта 40 лет. Здание уже было старым. Естественно, капитальных ремонтов никаких не проводилось. Здание было холодно. У нас более 30 клубов по интересам, более 400 детей занимается. Школа искусств более 130 человек занимается. У нас очень хороший и сильный музей, который работает на весь Алтайский край. И здесь расположена ЗАГС. В здании заменили систему отопления, освещения, установили окна и провели отделку помещений. На ремонт муниципального учреждения было выделено около 100 миллионов рублей из федерального и краевого бюджета. В молодежном театре Алтая впервые поставят мюзикл. Над спектаклем «Фауст» на музыку московского композитора Александра Шевцова работает группа профессионалов со всей страны. Хореограф-постановщик заслуженный деятель искусств России Николай Андросов. Художник-постановщик номинант премии «Золотая маска» Илья Кутянский. Костюмами занимается заслуженный художник Хабаровского края Наталья Сыздыкова. Над цветовым оформлением и вокалом артистов работают специалисты из Санкт-Петербурга. Творческой командой руководит главный режиссер молодежного театра Алексей Серов. Премьера мюзикла состоится в конце марта. Редактор субтитров А.Семкин